Дорогие мои подписчики, дорогие гости моего канала, я приветствую вас. С вами Людмила Батакова. И мне очень приятно, что вы заглянули ко мне, принимаете огромный привет с берегов Балтийского моря. Если вы не мой подписчик, подписывайтесь, пожалуйста. Ну а сегодня у нас тема, знаете какая? БАДы. Биологически активные добавки. Вы часто просите мне рассказать еще и еще раз о БАДах. И мне нравится эта тема, потому что я в ней вообще-то разбираюсь. Потому что с 95-го года я являюсь потребителем БАДов. Вообще вся моя семья есть те или иные БАДы. Во-вторых, вот в последнем видео, где я рассказывала вам о рецептах, помните тех блюд, которые мы едим? Ну, правильное питание, хотя полноценное, сбалансированное питание, вот так скажем. Я сказала, что всего того, чего не хватает вот в этом питании, мы добиваем БАДами. Мы добиваем БАДами, потому что иначе неоткуда взять для организма того самого полноценного питания, которое ему необходимо. Потому что организм что-то синтезирует сам, он может выработать необходимые для жизнедеятельности. А есть то, что мы должны получить именно через питание. И это питание должно быть полноценным. Но, конечно же, не секрет, что сегодня у нас полноценное питание в большинстве, скажем так, регионов и стран не может быть полноценным. Вы сами прекрасно понимаете. И то растение, которое растет, и на той земле, которая растет, и эти химикаты, которыми обрабатываются, и хранение. Потому что пока продукт попадет к нам, домой он столько всего проходит. Еще есть обработка, да, обработка, которая снижает качество самого продукта. И есть много других причин. И здесь на помощь, конечно же, нам приходят БАДы, биологически активные добавки. Что это такое? Это вещества природного происхождения, которые нормализуют баланс нашего питания. Очень помогает для здоровья, для профилактики здоровья. Но если человек болен, БАД способен быстрее человека поставить на ноги. Секрет в самом названии – биологически активная добавка к питанию. То есть это 100% натуральный продукт, это еда. Ну, скажем так, обогатитель пищи. Но БАД ни в коем случае не является лекарством. И поэтому, когда вы меня спрашиваете, Людмила, а как принимать тот или иной препарат, предполагая, наверное, что это как таблетка из аптеки, то это не относится к БАДу. Как его принимать, нужно смотреть у производителя. Потому что производитель, который произвел этот БАД, он точно знает, как рекомендовано принимать ту или иную пищевую добавку. То есть давайте запомним, что БАД – это еда, это дополнение к еде. Но сам по себе БАД не может заменить питание, потому что он является добавкой, обогатителем бедного питания. Почему питание стало бедным? В последнее время люди отдали предпочтение пустым продуктам, продуктам, пустышкам, продуктам, которые являются вредными, но вкусными. Но нам же нужно с вами получить не только гастрономическое удовольствие, от всяких булочек, всевозможных пирожных. Я понимаю, они поданы так, что там эстетическое и гастрономическое удовольствие. При всем при этом продукт является вредным. Это путь к ожирению, к лишнему весу, естественно, и к болезням. Я помню, сама часто говорю, что есть ложь, наглая ложь. И статистика, она на третьем месте. Но вот в этой статистике абсолютно в точку. Смотрите, большинство людей потребляет менее 70% норм кальция, железа и магния. Кстати, магний – это нервная система. Посмотрите, как люди наэлектризованы. Они наэлектризованы, думаете, потому что стало больше проблем? Каждое поколение испытывало огромное количество нервного напряжения и проблем. Слушайте, давайте вспомним хотя бы дети войны. Вот это было напряжение, уйма страха всего. Поэтому нервная система, она подвержена напряжению, если она не получает нормальное количество витаминов и минералов. Практически 100% населения испытывает дефицит жизненно важного для организма витамина С. 40-80% населения испытывает дефицит витамина группы В и фолиевой кислоты. И 40-60% – бета-каротина. Это маленькое количество вот этой статистики, которая показывает то, что сегодня происходит. Мы не получаем то, что нам необходимо пищей, потому что она обработана. Мы не выращиваем пищу в экологически чистых местах, да, и не съедаем тут же, когда оно выросло, когда оно имеет само растение биологическую активность. Мы едим обработанные продукты в большинстве своем, и поэтому еще и даем предпочтение продуктам вредным. Но организм, получая недостаточное количество витаминов и минералов, не способен полноценно обновиться. Он обновляется, клетка обновляется, но нездоровая, неполноценная, скажем так, клетка не способна воспроизвести полноценную. Она сначала должна сама стать полноценной, потом только она может произвести полноценную клетку. Это опять путь в болезни и в преждевременное старение. Да, питание – это основа всего. Так вот, что такое БАДы, я думаю, я сейчас объяснила, да. Это продукт питания, который является добавкой, полноценной добавкой к неполноценной пище, но он не может заменить питание сам по себе. Они должны быть в паре. Биомасса некая, да, и обогатитель этого питания. Вот тогда это идеально. Поэтому БАДы обязательно нужны нам. С БАДами я познакомилась впервые в 1995 году, и с тех пор я и моя семья, большая моя семья, мы все очень уважаем БАДы. Как получают БАДы? То есть что такое биологически активная добавка? Берется растение, да, или овощ какой-то, из него вытягивает различными технологическими способами самое ценное, то есть его самую активную составляющую. И вот потом с этой составляющей их или компонуют в... еще с другими активными веществами, либо ее только одну, как в случае, допустим, с гинкобелопа, да, то есть тут зависит от того, что именно делает производитель, да, какое количество там витаминов и минералов он производит в каких там комплектациях, скажем так. Но это вытяжка из натурального продукта. Вот мое поколение еще хорошо знает, я думаю, помнит бабушек-травниц, которые собирали травы. И эти бабушки-травницы собирали травы не круглый год, да, или там не все лето, а в определенные моменты, когда у растения есть вот эта самая биологическая активность. Там связано и с положением солнца, и луна особенно, да, которая очень как раз-таки влияет на все живое на земле. Бабушки-травницы это знали, и они брали вот силу этого растения. Потом они заваривали, варили, тоже мололи. То есть это производство, в принципе, сейчас тоже есть, только оно вот современное. Есть и крио-заморозка, которая сохраняет все самое ценное в продукте, и разные другие технологии. Понятно, что технологии эти не дешевые, поэтому сами по себе БАДы тоже не могут стоить 3 копейки. Это тоже одна из тем обычного и как дорого. Дорогие мои, я хочу вам сказать так, что профилактика здоровья – это дело дорогое, но лечение болезни – это не просто дорого финансово, это еще и мучительно больно зачастую, да. Поэтому профилактика – это то, что может как раз-таки дать нам БАД. Можно ли навредить себе БАДу? Ну, знаете, навредить можно всем, чем угодно, особенно в современных условиях, потому что очень многие люди очень поверхностно относятся к своему здоровью. Но давайте вспомним, что БАД – это вытяжка из натурального продукта, натуральное растение, натуральные овощи, натуральный фрукт. Из натурального. Очень многие производители специально выращивают либо какие-то свои плантации, либо берут сырье в экологически чистых местах. Это действительно сильный продукт. И тут я хочу, конечно, с вами согласиться, когда вы говорите, где гарантия, что вот именно этот БАД, он и создан людьми, учитывая все технологические тонкости, что сырье для этого БАДа взято как раз-таки в экологически чистых местах. И, кстати, когда вы говорите, что этих мест не так много, нет, экологически чистых мест очень много, очень, на всех хватит. Знаете, матушка природа, она позаботилась о людях, о тех, кто знает, понимает. То есть, когда человек не знает, ему все равно, когда человек знает, он это понимает. То есть, всем достаточно всего нужно знать, где взять. И есть, конечно, большое отличие. В 95-м году БАД было мало. И все они реально тогда производились из экологически чистых продуктов, вот составляющих, да, и они реально работали хорошо. Но давайте вспомним, что это все-таки биологически активные продукты. И вот в современном уже мире, в 21-й год, 21-го века сейчас идет, дело все в том, что люди настолько ослабли, что натуральный продукт может вызвать негативную реакцию. Что такое негативная реакция? Поскольку наш организм, когда получает качественный продукт, он получает силу бороться с болезнью. И у человека происходит реакция на вполне себе ценный и качественный продукт. Происходит реакция. Болезнь нужно вывести из организма. Эту энергетику нужно вытащить. Эти токсины и эти шлаки, как принято называть, нужно выкинуть из организма. Нужно почистить клетку. Это же не происходит так, и все исчезло. Это физический процесс, биохимический процесс, очень тонкий, очень сложный. И мы должны чувствовать дискомфорт. Сейчас мы занимаемся с семьей, как называет наш преподаватель, антифитнес и анти-йога, такими скруточками. Скруточки туда повернулся, сюда повернулся. И все время говорит, может подташнивать и кружится голова. Вы не представляете, мы же даже фитнес прошли жесткий. Не было такого. А сейчас регулярно подташнивает и кружится голова. Почему? Потому что пошел лимфоотток. Лимфоотток, она наконец-то пробилась в закромах. И наконец-то организм почувствовал силу и выводит токсины, яды и шлаки. А голова кружится, потому что кровоток пошел. Голова насыщается кислородом. И регулярно мы такие, как будто бы, знаете, пьяненькие и отравленные. Пьем водичку подкисленную, чтобы хоть как-то привести в норму. А мышцы начинают изнутри прям как будто бы распирать. Тело заработало. Так вот, когда мы пьем с вами биологически активную добавку, происходит то же самое. Организм, почувствовав силу, начинает выбрасывать все ненужное. Я вас уверяю, любой организм так работает, у которого есть сила. Которому дали с пищей эту силу. Есть еще такой процесс, как апоптос, выведение раковых клеток из организма. То есть вот эти клетки, они в организме нашем появляются. То есть из окисления. Так вот организм способен справляться с этим. Он способен выводить раковые клетки, но у него нет силы. Но когда мы даем ему активную добавку, биологически активную добавку, он начинает работать на самоочищение. И, конечно, это дискомфортное чувство. От раскруточки, тут уже пошли токсины, подташнивает. А это биологически активная добавка. И это происходит на третий, четвертый день, либо седьмой, либо четырнадцатый, либо двадцать первый. Время зависит от самого человека, от силы его организма. Сейчас я, например, ничего уже не чувствую, потому что мы все время едим БАДы. Просто поддержание. Знаете, когда ты здоров, и ты поддерживаешь здоровье, да, тоже вопрос. Нужно ли пить БАДы, если ты здоров? Ну, конечно. Конечно, БАД – это биологически активная добавка к пище. С пищей мы не получаем, значит, мы должны получить с добавкой все необходимое для нашего организма. Вот эти дни ухудшения состояния, дискомфортного состояния, нужно радоваться. Я не помню, кто это сказал сейчас, да, но если вы пьете добавку, или делаете какие-нибудь упражнения, да, или вы там правильно питаетесь, а если пошло некое такое ухудшение, да, дискомфортное состояние, именно это говорит о правильно выбранном методе. То есть организм заработал, он начинает работать и выводить все ненужное. Вот что делает биологически активная добавка. Вот как она получается. Вот почему не нужно реагировать негативно на реакцию. И в эти моменты, когда происходит какое-то обострение, что можно сделать? Можно уменьшить дозу добавок, можно через день их пить, но пить нужно продолжать, потому что это лечение. Конечно, здесь лучше всего индивидуальный подход. То есть нужно понимать сначала, что происходит в организме, а уже потом делать правильные выводы. Поэтому я вам и рекомендую очень много технологий, которые позволят вам провести такую диагностику, которая вам покажет, чего у вас не хватает в организме. Я недавно вам показывала диагностику, ну в инстаграме это было, я прошла недавно, у меня вечно не хватало каких-то витаминов. А тут прям все необходимые витамины, ну прям все идеально. Все в зеленой зоне, то есть всего достаточно. То есть все-таки я пришла к тому, что добилась этого результата. Как вообще работают действительно человеческие организмы? Вы знаете, я когда училась в Академии Астрологии, нам рисовали такого снеговика. Это человек, то есть вот есть нижний слой, это тело, есть душа и есть дух. Дух никогда не болеет. А у человека болеет что? Душа и болит тело. Когда у человека болеет тело, тут можно помочь, ну что обычно делают люди, да, лекарствами. Конечно, это не очень хорошо, но когда есть безвыходная ситуация, допустим, страшные болевые ощущения, их нужно снять. Можно, конечно, выпить таблетку, да, но это опять-таки случай такой. Значит, тело уже довели. Если тело болит, это значит, что человек очень долгое время не замечал подсказок своего организма. Он не хотел видеть и слышать того, о чем говорил ему организм. Потому что вот наше тело, да, наш организм самый лучший наш друг и самый лучший наш подсказчик. Тело всегда говорит нам о том, чего не надо делать и чего делать надо. Просто мы не слышим его. Так вот, лекарства обычные, они лечат только тело, лекарства. Все болезни находятся гораздо выше. Это душа, помните, да, на душе кошки скребут, неспокойно на душе, как-то нехорошо на душе. Когда на душе нехорошо, у человека не может быть никакого здоровья. Это нужно изучать, смотреть, почему вдруг человеку там плохо, нехорошо. Почему он переживает, почему он сомневается, почему он боится. Все здесь. Так вот, БАДы забираются довольно-таки высоко на уровне души. Довольно-таки высоко. Да, если это реально биологически активная чистая добавка, то есть поможет человеку при грамотном питании, да, при занятии. То есть никогда, никогда нельзя надеяться на то, что ты выпьешь какую-то таблетку, и у тебя все будет хорошо. То есть очень многие люди ждут такого, дайте мне лекарство, я выпью, буду здоровым. Нет, мы не так устроены. Человек приходит на землю для того, чтобы самосовершенствоваться, чтобы улучшаться, становиться лучше. А улучшаемся мы только тогда, когда нам чего-то не достает, нас что-то не удовлетворяет, нам чего-то не хватает, у нас есть какие-то проблемы. Только тогда мы шевелимся и начинаем действовать в своей жизни, менять свои установки, учиться чему-то новому. Да, опять же повторюсь, 20-й год нам это показал. Старое ушло в прошлое, его нет. Нет, осталась одна возможность быть любознательными, любопытными и с радостью принимать все новое, изучать. Поэтому вот эти 20% вам могут помочь получить это здоровье, может помочь только вы. Только вы можете себе помочь получить вот это здоровье. Это очень ценные 20%. И нужно работать, и нужно надеяться в данном случае на себя. Но 80% это питание и БАДы. Как же определить качество этого БАДы? Повторюсь, что в 95-м году было мало БАДов, они были все хорошо сделаны сейчас. А сейчас не все. Кроме этого качества есть еще чистота помыслов. Во, где собак порылась. Если люди создают продукт с мыслями о том, что они хотят помочь, помочь другим людям быть здоровыми. То есть у них посыл такой очень светлый, чистый. Ну, потому что они сами, возможно, что-то испытали такое и понимают, как помочь. А еще по каким-то другим причинам. Это очень высокая частота помыслов. Если у людей только деньги, мы создаем продукт, нам нужно продать его такое-то количество, мы заработаем столько денег. Частота помыслов, продукт, сила продукта в данном случае очень падает. Поэтому человек не получит того, что может получить с аналогичным продуктом другого производителя. Частота помыслов определяется эзотерическим путем. Но этот эзотерический способ есть в каждом из нас. Это интуиция. Мы должны научиться слушать свой организм, свою интуицию. Это когда ты смотришь, и у тебя такое внутреннее «хочу». То есть даже есть часто движение тела, иногда оно незаметное. «Хочу, мое, мое, хочу, я-то хочу, это мое». И это надо научиться слушать. И тогда из огромного многообразия всего того, что вы видите, слышите, что вам преподносят, хвалят, говорят, вы выберете чисто свой продукт. Вы никогда не ошибетесь, если будете слушать себя. О чистоте помыслов. Вот все то, что мы едим регулярно, здесь сейчас со мной. Частота помысла любого этого продукта очень высокая. Да, мы определили эзотерическим путем. Но когда я это выбирала, а я выбираю добавки в семье, я руководствовалась именно этим. Вот это я хочу, это точно мое. Были продукты, которые я ждала буквально, когда они ко мне придут, у меня прям дрожь внутри была. Это суперский показатель. Значит, это точно ваше, это точно вам надо. Итак, каждый день мы едим масло лосося. Оно же омега-3, но оно более чистое. Частота помыслов вот этого продукта очень высокая. О чистоте помыслов. У меня здесь косметика стоит, знаете, это косметика 7-Day. То есть это очень важно, потому что косметика впитывается. Современная косметика способна впитаться в организм, попасть в кровь. И, кстати, очень вредит щитовидке. Вот 7-Day, а я знаю владелицу вот этого бренда. Она пережила очень много проблем. У нее были жуткие проблемы со щитовидкой. Ей повезло в жизни. Она познакомилась с формулой, которая является 100% натуральной, которая, как она говорит, щитовидке точно не навредит никогда. Что очень ценно. Частота помыслов этого продукта такая же. Она хочет помочь людям. Вы не представляете, насколько этот человек вообще чистый и светлый. Каждый день мы едим либо коллаген, либо коллаген плюс. Те, кто наблюдает за мной в инстаграме, мы с вами говорили много в прямом эфире с производителем коллагена. Ученые, которые сейчас продолжают свои разработки в 80-х годах, им сейчас по 70 лет, им кэш их не интересует. Они уже добились многого в жизни. Их интересует продолжить свою работу. Они получают кайф от того, что создают. И они просто создают фантастические, шикарные вещи. Коллаген каждый день. Тот же дегидрокверцитин. Пьем мы каждый день. Это дегидрокверцитин плюс. А у него частота помыслов почти под 100%. То есть его активность биологическая, биологическая активность очень мощная. Ну и тот самый генкобелоба. Мы пьем компанию Эволар, потому что на сегодняшний день это самый мощный генкобелоба. У него высочайшая частота помыслов. Это что значит, когда я об этом рассказываю? Это значит, что экологически чистые составляющие. Это значит чистые помыслы производителей и продавцов. Потому что тогда бывает производитель один, продавец другой. Чистые помыслы. То есть есть там заложена и активность самого составляющего, и желание производителей, продавца помочь людям. Понятно, коммерция есть везде, потому что без этого невозможно производить. Но при всем при этом, вот эта мысль первичная, она очень мощная. Есть шикарные, уникальные продукты, частота помыслов, которых забивается продавцом, потому что там только желание заработать. Так вот, когда вы смотрите на продукт, и вы слушаете себя чисто интуитивно, вы должны определить тот продукт, который нужен именно вам. И он принесет вам эту пользу. Просто тренируйтесь. И тогда, что бы ни сказал, самый популярный, самый любимый вами блогер, которому вы доверяете, вы никогда не разочаруетесь, потому что вы будете слушать себя. Потому что что хорошо для одного, совершенно пока рановато, как для другого. И если организм сейчас не подготовлен, и если он в низких вибрациях, а болезни – это всегда низкие вибрации, то очень нужно осторожно относиться вообще ко всему тому, что мы вкладываем в свой рот. Даже просто капустный лист. Много в людях проблем именно из-за того, что они отдали предпочтение в питании вот этим пустышкам, продуктам пустышкам, продуктам вредным, продуктам страшным. Содержащим огромное количество сахара, трансжиров и так далее, тому подобное. Все есть яд и все есть лекарства. Сказал Парацельс, и он был абсолютно прав. Поэтому именно питанием, но я имею в виду питание, сбалансированное из продуктов, с добавкой биологически активной. Вместе они работают. Еще раз хочу подчеркнуть, что дискомфортное состояние – не редкость. Чем больше вы правильно питаетесь и употребляете правильные БАДы, тем лучше вы себя чувствуете. О пользе БАДов я, наверное, не устану говорить никогда. Я сегодня рассказала много из своего опыта, но это маленькое только того, что я знаю. Ничего, у нас с вами впереди много-много еще лет. Поддержите, пожалуйста, это видео пальчиком вверх. Я, конечно же, жду ваши комментарии. Давайте посмотрим ваше отношение к БАДам, какие есть интересные БАДы. Ну и делитесь тем, чем хочется с вами поделиться. Я буду очень-очень рада. Ну а на эту неделю хочу пожелать вам всего самого хорошего. Хорошего вам настроения. Здоровья вам крепчайшего, конечно же. Не бойтесь изучать и узнавать новое, потому что время пришло новому. Ну и обязательно дарите миру любовь, и мир ответит вам тем же. Ну а с вами была Людмила Батакова. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»